приветствую коллеги ассалам алейкум мир тому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен поиску файлов в линукс мы поговорим посмотрим примеры использования команды лакейт и так или если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну или в комментарии а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет сидиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию и зарабатывать больше а компания найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь и так что важно то что бывает такая в жизни ситуация что необходимо найти какие-то файлы ну и для этого есть различные инструменты в linux сегодня мы поговорим об команде локейт для поиска файлов главное преимущество команды локейт в том что она использует заранее проиндексированные файлы то есть есть некая база данных индексации и таким образом поиск происходит мгновенно очень быстро команда локейт вам пригодится если вас большое хранилище файлов то например там несколько десятков терабайт соответственно поиск будет проходить мгновенно если же использовать например команду find то этот поиск может затянуться на существенное время этом рекомендую все-таки использовать команду локейт и так поехали что вам необходимо для того чтобы получился сегодняшний мастер-класс первое это ссылка на статью в нашем блоге я написал статью в нашем блоге соответственно вы можете все это дело легко повторить банально воспользоваться control c control в и не нужно будет всматриваться в видео тормозить его там на паузу ставить и так дальше поэтому рекомендую перейти по ссылке под этим видео в описании в чате и соответственно детальные шаги примеры будут прям перед вами второе что нам понадобится это терминал linux а ну вот собственно у меня уже терминал есть все есть поэтому можем приступить следующий важный момент то что команда локейт стоит не во всех дистрибутивах поэтому вот нужно накануне ее установить у меня у бунта причем вот по дефолту команда локейт не стояла поэтому я ее должен установить и так в бунту это делается просто суду апт install локейт локейт и соответственно дальше вводим пароль и должно выполниться установочка да вот такой вот важный момент так 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 пожалуйста все установилась и так движемся дальше ну а дальше давайте смотреть примеры использования локейта и соответственно будем это дело все практиковаться так 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 значит синтакси что важно то что в локейте есть достаточно много различных опций которые достаточно таки полезны и так минус c выводит количество совпадений ну c это каунда поэтому можно подсчитать чего-то там найдено минус ай позволяет игнорировать регистр прям очень важный опциям минус е ну или минус и выводит только те названия которые существуют на данный момент что это означает дело в том что вы можете какой-то файл удалить а в индексе он останется дело в том что индексация происходит в полночь вот поэтому опция минус е по сути проверить существует данный файл или нет дальше опция минус ар позволяет указать регулярные выражения вот если вы хорошо владеете регулярными выражениями то как бы это существенно вам скажем так поможет и так ну что поехали давайте да есть еще команда help опция help соответственно окейт минус минус help можно тоже почитать здесь более детально но принципе самые важные опции я вам по моему как говорится и так рассказал но тем не менее help тоже существует тоже есть итак поехали поиск по названию по названию соответственно как мы ищем пишем локейт ну а дальше название моего файла ну например 123.txt соответственно нажимаем и вот посмотрите мгновенно вот нашлось почему нашлось потому что есть заранее проиндексированная база и так файл находится слэш холм слэш юзер 123txt проверяем лс минус л есть такой файл у меня или нет слэш холм слэш юзер слэш 123txt да такой файл есть пожалуйста вот без проблем итак мы файл нашли да то есть искать очень просто пишем название файла и как бы все находится поехали дальше если вы если то что вы ищете очень много да то есть могут там какие-то совпадения быть в системе то соответственно можно ограничить количество результатов чтобы там не вываливалась все а например там первые 20 результатов можно это сделать да можно ну давайте посмотрим итак локейт дальше воспользуемся собственно таким вот подстановкой до глубином таким вот вот ну и тут минус n минус n 20 то есть я увижу 20 строк которые нашлись у меня первое но действительно 20 почему ну потому что на путь поиск начался полу по алфавиту до соответственно сбуд дальше етк папочкой ну и вот пожалуйста все это дело нашлось ночью здорово на самом деле да то есть можно так ограничить дальше количество совпадений то есть если вы что-то ищете можно наверняка как говорится каутнуть это все дело до посчитать поэтому давайте посчитаем и так локейт минус c юзер вам юзер но меня пользователь юзер соответственно файлов с именем юзер наверняка будет большое количество ну и их например там сто шесть тысяч семьсот сорок семь опять таки посмотрите как быстро получаются вот результаты да то есть локейт вот достаточно таки хорошо быстро это дело все ищет и так как игнорировать регистр при поиске самый важный наверное на опциям самая важная опция давайте тоже воспользуемся и так локейт минус ай дальше текст . текст и да и нажимаем enter и пожалуйста вот у меня нашлось три файла причем обратите внимание какие и так смешанный регистр то есть т буква большая x большая остальные маленькие дальше текст т большая т большая остальные маленькие ну и все маленькие пожалуйста вот все это дело легко как говорится нашлось то есть опция минус ай весьма весьма жизненная и полезная так ночью здорово дальше коллеги возникает вопрос как обновить базу поиска дело в том что вот эта база она запускается индексация ночью в полночь ну а сейчас у меня не полночь да сейчас меня как раз полдень что мне ждать до завтра вот работу на паузу поставить нет для этого нужно запустить вот индексацию индексацию и так как запустить для это пишем судом суду почему суда потому что надо чтобы локейт прошлось по всему по всему вашей системе да и соответственно и по папкам там где т.к. например куда есть места куда обычный пользователь не может ходить до поэтому поэтому с под судом и так суду апдейт дебе апдейт дебе вот такая вот команда запустил и пошла эта индексация она может быть долгое все зависит от количества вот файлов вашей системе ну и вообще объема системы хранения данных поэтому апдейт дебе вполне вот вот как бы все это дело сделать поехали дальше значит следующие примеры найдите только существующие записи это я уже говорил да то есть может быть такой что вы файл удалили в базе он еще индексации есть а на самом деле файла нет так вот чтобы локейт не выводила это все дело то есть опция минус е минус и минус и ну давайте тоже попробуем и так локейт минус и минус е ну а дальше название моего файла ну например текст xd ну и звездочка что мы увидим вот ну увидели те файлы которые есть то действительно те файлы которые есть темы и увидели поехали дальше символ разделителя значит что важно то что локейт выводит результаты поиска с новой строки да то есть каждый новый найденный там файл выводится с новой строки вы скажете а можно ли это сделать в одну строку да то есть вывести все вот как бы в одну строку да можно для этого нужно воспользоваться опции минус 0 минус 0 и так давайте поищем и так пишем локейт дальше минус а означает что регистр учитываться не будет дальше минус 0 ну и пошел мой файл до текст текст и ну и тут тоже звездочки нам и так нажимаем вот пожалуйста все вывелась в одну строку в одну строку то есть ну вот фактически даже съехала немножко у меня строка да то есть между между вот текст текст и и новым файлом слэш холм слэш т т т т т т посмотрите разделителя по сути нету да и все вывелось в одну большую длинную строку полезно это но может быть может кому-то кто-то пишет какие-то там скрипты вот то наверняка вам тоже на и можно это где-то использовать и где-то пригодится едем дальше следующий вариант использования локейт это поиск с помощью регулярных выражений вот это прям очень важно соответственно если вы владеете регулярными выражениями это достаточно таки мощный инструмент то можно как говорится этим всем воспользоваться и так давайте воспользуемся и так значит локейт дальше указом что у нас будут регулярные выражения дальше регистр не учитываем ну и вот здесь вот пошли мои регулярные выражения и так я хочу найти файлы или текст или html да или текст или html и так поехали значит лета мы делаем вот такую вот конструкцию значит бэкслэш . текст и ну вы помните что . это спецсимвол да поэтому должен быть обратный слэш экранирование дальше ставим знак или опять экранирование точки ну а дальше html html да так это закрыли вот так вот да то есть вот такая у нас собственно конструкция ну это простое как по мне регулярное выражение но тем не менее и так регулярное выражение есть нажимаем enter ну и пожалуйста все это делаем тоже вывалилась ну и коллеги напоминаю о том что можно перенаправить в лес то есть если у вас там в консоль все не помещается в лес пожалуйста вот кажется самого начала здесь можно поиском воспользоваться и там каким-то другими инструментами поэтому результат вывода если он там прям сильно большущий для детального его изучения можно можно воспользоваться перенаправлением в пейджер в перенаправлением в пейджер в лес ну или в морг куда вам там будет удобнее едем дальше используйте свою базу данных индексации ну если у вас есть своя база данных индексации то вы можете с помощью опции минус d указать путь к этой самой базе и таким образом будет ваша личная уже какая-то база данных индексации используется но в принципе используется системная где может понадобиться личные коллеги это если у вас нету прав суда да то есть вы можете сделать свою индексацию и где-то там и положите соответственно дальше локейтом ее использую такие варианты в жизни тоже бывает и так коллеги в кого получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 1 в чат или в комментарии это означает что вы супер-пупер молодец но и вы теперь умеете пользоваться командой локейт но если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс оцените его лайком нравликом в подобайкой ну или просто поставьте палец вверх а если для вас интересны линукс сети кибербезопасность программируемые системы то мы вас приглашаем к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания формате леонин байдуин да то есть я вот так вот делаю вы за мной все повторяете и у вас все получается на выходе вас будут международные сертификаты и что важно мы еще помогаем с трудоустройством этом коллеги подавайте заявки на курс присоединяйтесь ну и будем двигаться вперед а на этом все ассалам алейкум мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо вас не получается то пожалуйста пишите звоните заходите все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать до свидания